Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, после выходных мы, как и всегда, с вами возвращаемся к спекуляциям на финансовых рынках, а самое главное, к обозрению максимально детальному, подробному всего новостного фона, который на площадках складывается. Предстоящая неделя обещает быть не просто интересной и насыщенной на фундаментальные события, я бы даже позволил себе предположить, что в отношении ряда инструментов она может стать переломной. Почему? Потому что мы ждем заседания Европейского центрального банка, и мы ждем и особенно предвкушаем жесткую риторику и решительность от представителей американского регулятора. Сразу два ключевых регулятора заседают, и, соответственно, сразу два регулятора представят нам обновленные параметры денежно-кредитной политики. Рынок, безусловно, придет в выдвижение, и это будет характерно не только для тех валют, которые стоят за соответствующими регионами. Я уверен, что каким бы инструментом вы бы не спекулировали. Друзья, найдется возможность покататься на этой волатильности, и в идеале бы, конечно же, чтобы фактически то направление, которое и станет основным, движение доллара, европейской валюты, совпадало бы с тем долгосрочным прогнозом, которого мы придерживаемся. Соответственно, по мере приближения заседания ФРС, это первое ключевое заседание, в среду уже вечером мы будем наблюдать за решением, в четверг утром подведем итог. И в четверг сразу же придется переключиться на заседание Европейского Центрального Банка. В предстоящие дни мы на брифингах будем обращать на эти события максимум внимания. Я попробую снабдить вас всей информацией, которая касается данной тематики. То есть, без самого интересного в плане новостей вы точно не останетесь, потому что я, как и всегда, беру на себя обязательство отслеживать за вас этот фундамент и доносить вам основные новостные события, которые на рынке обсуждаются и, в конце концов, события, которые могут повлиять на это движение, которое мы и наблюдаем. Давайте теперь чуть подробнее, детальнее. Итак, начнем мы с нефти, как и всегда, тем более, что нефть сейчас не менее потенциально, фундаментально заряженный инструмент, чем евро и доллар, правда, для нефти. Событие номер один чуть позже состоится. Это 22 июня, как вы знаете, заседание Астрана ПЕК. И напомню, что это встреча не технического комитета, это встреча как раз на уровне Министерства энергетики. Это встреча, которая будет направлена на подведение итоги того, что на рынке нефти произошло благодаря усилиям и действиям энергетического пакта. И сейчас это заседание крайне интересно. Почему? Потому что нас уже через разные комментарии, разные посылы готовят к тому, что на этом заседании могут быть приняты решения не только о отсутствии целесообразности, или экономической, прежде всего, целесообразности, продления пакта за пределы 2018 года. Ну и, возможно, в ходе этой встречи ОПЕК будут приниматься решения, которые станут причиной пересмотра текущего соглашения, то есть до конца этого года. Поскольку мы традиционно делаем большую ставку на распродажи на рынке нефти, конечно же, если решения будут вот в том формате, в котором мы их ждем, достаточно пересмотреть соглашения, достаточно не поднимать вопросы о продлении за пределы 2018 года, распродажи на рынке действительно произойдут. Поэтому мы заранее готовимся к мощной нисходящей динамике, мы заранее готовимся к тому, что на рынке будут доминировать продавцы. И сохраняем в связи с этим короткие позиты в расчете на то, что бренд закрепится ниже поддержки, а сейчас 75 долларов за бар. Если мы посмотрим на новостной фон последних дней, он был, я думаю, однозначным в плане того, что все без исключения готовятся к серьезным распродажам. Я приводил вам статистику от данных Американской комиссии по фьючерсным торгам, то есть это всем известный отчет CFTC. На текущий момент уже спустя еще одну неделю мы констатируем, что количество длинных позиций продолжает сокращаться по нефти от крупных игроков. Это значит то, что реально все готовятся к распродажам. Здесь не нужно мудрить, друзья, вот в противовес тем тенденциям рыночным, которые мы демонстрируем в рамках А-Маркетса через индикатор рыночных на стороне Кайман. Есть еще и код-индикатор, который позволяет принимать решения, основанные на том, где сейчас находятся крупные игроки. И в данном случае здесь не нужно мудрить в плане того, что если крупные игроки покупают, значит целесообразнее продавать. Здесь нужно лишь приобщаться к этой позиции, потому что, возможно, они обладают большей информацией, большим количеством вводных для того, чтобы действовать так или иначе. Короткая позиция. Я бы не сказал то, что продажа увеличивается. Я лишь делал акцент на то, что резко сокращаются покупки. Но мы можем немножко додумать здесь ситуацию. Если сокращаются покупки, значит, скорее всего, большинство настраивается на те решения крупных игроков, опять же, на те решения, которые будут базой для вот этих распродаж. Усиливают наши ожидания, потому что нужно представителям ОПЕК уже действовать. Я говорил, что с одной стороны это элементарные страхи перед еще большей экспансией американских производителей. С другой стороны, мы с вами приводили пример, либо лучше сказать, довод потенциала нехватки сырья на глобальном рынке из-за падения объемов добычи в Венесуэле. Поэтому вполне возможно, что страны ОПЕК предпочтут оправдать рост собственного производства тем, что они должны поддерживать рынок стабильным. То есть, если возникают угрозы для поставок на глобальный рынок за счет той же самой Венесуэлы и Ирана, то было бы неплохо сейчас поднять планку добычи, сработать на опережение и не допустить тех условий, при которых мировая экономика не досчитается, собственно, углеводородов. Как угодно можно оправдывать эти решения. Самое главное, что это решение предполагает частичный выход из соглашения по снижению объемов добычи, увеличение производства. Возможно, действительно, в совокупности планка по добыче будет поднята на 1 миллион. Почему бы нет? Это, кстати, цифра, которая, я даже не помню уже со ссылкой на какой источник, но отмечалась и фигурировала в комментариях представителей Саудовской Аравии. Не забывайте про позицию России, которая была явно озвучена Александром Новаком еще в середине прошлой недели. Не забывайте поглядывать на то, что происходит с американской статистикой, потому что текущий объем нефтедобычи – это еще одно доказательство того, что страна ПИК должны действовать. Мы снова зафиксировали исторический максимум по добыче в Штатах на прошлой неделе. В пятницу вышел отчет по Беккер-Хьюз, количество нефтяных терминалов. Ну и, как вы, разумеется, можете догадаться, снова прирост плюс одна единица. Ну, наверное, суть и дело это не меняет, насколько увеличивается. Самое главное, что тенденция растущая – 862 нефтяные платформы уже действуют. Соответственно, ждем еще больших показателей нефтедобычи уже на этой неделе. Поэтому короткие позиции сохраняют свою актуальность. Рубль 62.51. Короткие позиции по рублю также находятся в списке наших торговых долгосрочных сделок. Мы медленно, но верно приближаемся к цели 64.65. И, соответственно, ближе, возможно, к концу июня, уже после заседания ОПЕК, я думаю, что будут условия для того, чтобы мы с вами добрались до этой планки. Европейская валюта, безусловно, то, что происходит сейчас на рынке евровалюты, интересует многих. Тем более, что евро классический один из самых спекулятивных инструментов. На него обращают внимание все. Я, забегая вперед, хочу предложить вам сделку продажи евро с отметки 1.1760. То есть, после того, как мы будем на этой планке, можно будет приобщиться к продажам в расчете на то, что текущее заседание Европейского центрального банка будет в соответствии с теми ожиданиями, точнее, риторикой заседания Европейского центрального банка, на которые мы с вами и настраиваемся. Напомню, что оптимизм в отношении евро, который позволил протестировать паре евро-доллар с определением 1.18, базировался на комментариях представителей денежных властей еврозоны по поводу перспективы ужесточения денежно-кредитной политики. Не будем сейчас их подробно снова разбирать. Я об этом очень много говорил. Это со ссылкой на Вадьмана и Питера Прата. Но, в целом, я лишь хочу снова напомнить вам позицию, то, что у Европейского центрального банка, ну как ни крути, но нет еще объективных оснований для того, чтобы отказываться от той политики, которая на текущий момент проводится. И вот верное нами допущение, которое было сделано сейчас, поддерживается многими банками. То есть, такую же позицию, такое же мнение применяют и они на себя касательно того, что Европейскому центральному банку сейчас лучше бы сохранить вот эту гибкость, о которой мы с вами говорили. Тем более, что политическая ситуация остается крайне нестабильной, экономические данные разочаровывают. В целом, в пятницу у нас вышли данные по промышленному производству Германии, минус 1% в месячном выражении, в годовом 2% против прошлого показателя 3,2%. До этого у нас был и индекс цен производителей, снижение вопреки ожиданиям, и снижение индекса цен производителей, который является одним из ключевых компонентов для будущей инфляции, было заранее воспринято как доказательство того, что инфляция потеряла импульс роста. На это Европейский центральный банк не может не обратить внимания. Поэтому в лучшем случае, на что можно сейчас рассчитывать оптимистам, так это на то, что Европейский центральный банк пересмотрит прогнозы по инфляции, по экономическому росту в сторону повышения. Но то, что Европейский центральный банк откажется от программы количественного смягчения, точнее от текущих объемов и намекнет на возможность сворачивания программы количественного смягчения, я считаю, что это крайне, это абсолютно невозможно, потому что Европейский центральный банк это регулятор, который всем известен своей проактивной позиции. И Европейский центральный банк в лице Марио Драги будет, безусловно, учитывать все те данные, которые мы разбирали с вами в последнее время. Кстати говоря, я думаю, что Драги обязательно сошлется на последние данные по экономическому росту еврозоны. Кстати, за первый квартал 0,4% рост был, в то время как прогнозировали и ожидали со всем оптимизмом 0,7%. Европейская экономика явно не дотягивает до тех уровней, которые изначально виделись оптимистами. И если бы сейчас мы говорили о развитии нисходящей динамики на рынке нефти, то я думаю, что скептиков в отношении будущей жесткости Европейского центрального банка было бы больше. Но даже невзирая на это, я считаю, что в предстоящий четверг, друзья, мы все-таки будем работать с отсутствием серьезных изменений в риторике, что должно создать условия для ослабления европейской валюты. До этого я делал акцент на то, что политическая ситуация вроде бы как разрешилась, или, по крайней мере, она уже не такая неопределенная. Но мы заранее с вами обговаривали тот момент, что как только на рынок начнут поступать конкретные сведения о том, какой политический курс, через какие реформы и изменения будут лоббироваться представителями нового сформированного правительства, то есть это Лиги Пятизвезд, тогда мы убедимся в том, что это позиция, которая полностью разнится с той позицией, которая придерживалась партия консерваторов, это позиция, которая абсолютно нигде ни с чем не вяжется с требованиями тройки международных риторов. И вот хочу привести вам довод в пользу того, что евроскептики у власти – это серьезный будущий негатив для европейской валюты, то, что итальянский министр промышленности Димао, по-моему, зовут, лидер движения Пятизвезд собирается запросить больше бюджетных средств из бюджета Европейского Союза. Это значит, друзья, что действительно они будут лоббировать политику более низких налогов в еврозоне. Я думаю, что вы все можете додумать, к чему это, в конце концов, приведет. Поэтому Италию мы еще со счетов не списываем, то есть делаем акцент на политическую неопределенность, которая вновь актуальна, делаем акцент на слабую статистику, делаем акцент на то, что Европейский Центральный Банк еще не получил требуемых ему показателей экономического роста, то есть ВВП еще не получил нужных по оптимизму данных по инфляции, а, соответственно, нет ни единого повода рассчитывать на отказ от мягкой политики. Поэтому и сделка предполагает то, что евро может вернуться к развитию прежнего нисходящего ралли, и я допускаю, что мы в ближайшие дни снова можем отправиться на тестинг поддержки 1.15. Доллар японская иена, здесь другая история, она основана уже на том, что будет с монетарным курсом АФРС. Я думаю, что вы все можете ответить на этот вопрос. Мы ждем с вами заседания регулятора в эту среду. Мы с вами ждем выступления Джерома Пауэлла, который возглавляет данный регулятор. Мы снова ожидаем его риторику, которая, как и, собственно, в прошлый раз, должна соответствовать основным положениям и основе курса Джанет Йеллен. То есть это политика последовательной постепенности повышения процентных ставок. ФРС нас уже подготовил к тому, что ставки будут подняты, поэтому мы с вами ждем ставку в районе 2% уже по итогам этого заседания. Ну, важный и главный вопрос – это сможет ли ФРС убедить рынок в том, что до конца этого года ставки будут подняты еще дважды. Я думаю, что сможет, потому что те отчеты, которые выходили в последние недели, позволяют делать об этом вывод. Кстати, впереди у нас еще отчет по инфляции. Он будет публикован завтра в 15.30 по московскому времени, то есть за день до заседания ФРС. И вы можете посмотреть на прогнозы и ожидания того, что мы должны увидеть по этому показателю, даже базовая инфляция уже должна оказаться в районе 2,2%, то есть гораздо выше целевого ориентира. Это то, что и нужно было представителям ФРС. Поэтому нету больше возможностей у скептиков, которые раньше выступали против уже достаточно нормальных и созданных условий для дальнейшего ужесточения режима. Сейчас все условия для этого есть и остается только работать с этим, на мой взгляд, абсолютно ясным, прозрачным фундаментом, который создает условия для роста доллара. Посмотрите на то, что происходит с доходностью американских облигаций, трежи с десятилетки. Было немного тревожно, когда мы фактически на прошлой неделе тестировали планку в 2,9% от доходности, но сейчас ситуация снова выправилась, и мы в одном шаге от этого психологического уровня в 3%, и по мере выхода завтрашних седних данных по инфляции этот уровень снова будет сделан. 110, друзья, иен против доллара. Это котировки, которые снова у нас с вами в наших терминалах. Это тоже психологический рубеж и планка. Мы ориентируемся на этот уровень, от него отталкиваемся для дальнейших покупок. Фунт против доллара, британец. Еще один актив, который непременно не может интересовать на этой неделе, потому что два важнейших релиза по Англии, это данные по зарплатам и инфляции, будут разбираться с нами в ближайшие два дня. Завтра у нас данные по рынку труда. Прежде всего следим за тем, насколько выросли зарплаты, и в среду уже отчет по инфляции. Сравниваем их между собой. Если оказывается, что инфляция снова выше, чем динамика роста зарплаты, соответственно, решение о повышении ставок в августе можно считать уже принятым, потому что иначе исправить ситуацию просто не удастся. То есть мы делаем акцент на фундамент, который на прошлой неделе фунт поддерживал. Британская валюта продолжает расти и движется с нашими позициями, нашими убеждениями к цели 1.37. Я думаю, что мы до этого уровня доберемся. Также хочу еще отметить пару доллар-канадец, которая очень волатильна в последние недели. Это связано с комментариями, которые поступают по поводу перспективы североамериканского торгового соглашения. Это связано, опять же, с тем открытым и явным противостоянием, которое сейчас продолжается не только между Канадой и США, а США и, по сути всего, мира, как противоборство тем тарифам импортным на стали и алюминий, которые стали теперь распространяться в отношении всех без каких-либо исключений. И я думаю, что, друзья, те из вас, кто следит за новостным фоном, наверняка могли заметить то, что одной из ключевых новостей, опять же, которая обсуждалась на глобальном экономическом рынке, были своего рода итоги встречи Большой Семерки, которые прошли. И самый важный вопрос – это уже открытая такая конфронтация, которая разразилась между США и, скажем, прочим миром. То есть, почему я здесь делаю большой акцент на Канаду? Потому что Трамп, на мой взгляд, весьма недвусмысленно дал понять, что Канаде не стоит рассчитывать на прежние преференции. Не стоит рассчитывать на то, что новое соглашение по нафту может быть удовлетворяющим их интересам. Трамп сделал акцент на то, что канадская экономика из-за прежней редакции соглашения нафта зарабатывала больше 100 миллиардов долларов в год. При этом американские домохозяйства на этом теряли. Больше такого не будет, новые порядки уже случились. И в конце концов это явно сигнализирует о том, что следующий этап переговоров по нафту будет совершенно неопределенным. И я не думаю, что после вот этого обострения отношений между Канадой и США кто-то может вообще аргументировать позицию ожиданиями какого-то непонятно, на чем базирующегося оптимизма вот этих переговоров. Я думаю, что Штаты в конце концов заключат новое соглашение только на своих условиях. И в любом случае, какой бы мы регион сейчас с вами не рассмотрели в плане прежних действующих торгово-партнерских связей, они все равно будут в проигрыше. Канада крайне уязвима перед новым соглашением. Почему? Потому что Канада 75% экспорт приходится в Штаты. Не забывайте об этом, друзья. То есть у нас политика, у нас неопределенность касательно вопросов внешней торговли. Канада здесь в аутсайдерах. Соответственно, у нас еще и статистика по различным секторам канадской экономики. В пятницу мы разбирали с вами рынок труда и, как и ожидалось, данные разочаровали. Количество безработных увеличилось на 7,5 тысячи. До этого у нас тоже было увеличение на 1,1 тысячи. То есть слабый рынок труда и еще одно доказательство того, что Банк Канады не будет повышать процентные ставки. И если сейчас, в ближайшие дни, к списку вот этих аргументов против Канады добавится еще крепкий доллар и снижение цен на нефть, наша с вами цель, друзья, 1,33 будет достигнута. Я рекомендовал по мере, собственно, движения пары выше отметки 1,30 для тех, кто уже устал ждать этого уровня фиксироваться. Может быть, кто-то из вас это уже сделал. Молодцы, я все же отчасти тоже пофиксил половину открытых позиций, но та часть, которая осталась, это все же сделка в расчете на то, что пара доберется до уровня 1,33. И там уже будем брать максимум по этой долгосрочной сделке. Из важных событий сегодня начинается прелюдия по британским данным, промпроизводство. Посмотрим, конечно же, на этот отчет. Вполне возможно, что недооцениваемый он изначально сегодня сможет стать катализатором для еще большего укрепления британской валюты. Но я в целом уже предлагаю ожидать завтрашние данные по рынку труда, а потом уже отчет по инфляции. Сохраняем длинную позицию по фунту. И это единственное исключение из рисковых активов, потому что в отношении других будет действовать все же больше эффект крепкого доллара. В отношении фунта здесь большее влияние на настроение оказывает национальный фундамент. И также на этой неделе мы с вами ждем подробности по поводу Брэкзита. И прежде всего нас интересуют подробности, и то удалось ли договориться, либо прийти не в полной мере, но в каком-то формате к консенсусу относительно границы Северной Ирландии. Если позитив будет, друзья, то тогда можно будет уже закрывать глаза на прочий фундамент и смело покупать фундамент. Короткие позиции пока рекомендую не рассматривать, не вижу никакого потенциала. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ, собственно, как и всегда. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok